МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остальные категории рассматривать не будем, так как их доля настолько низка, что граничат со статистической погрешностью. На оплату образования приходится значительная доля, и со временем она будет расти. С момента рождения ребенка и до его поступления в ВУЗ проходит 17-18 лет. И пока дети не окончили школы, эти деньги лежат мертвым грузом. Подавляющее большинство родителей используют мат-капитал на приобретение жилья, и самое интересное кроется, как всегда, в деталях. Сумма, положенная за рождение второго ребенка, недостаточно для покупки квартиры целиком, и родителям приходится обращаться в банк за ипотекой, чтобы покрыть недостающую сумму. Избежать ипотеки практически невозможно, ведь накопить хоть какую-то сумму, имея одного ребенка, почти что нереально, тем более при рождении второго. Государство, в свою очередь, также старается выделять материнский капитал только под ипотеку, якобы с целью недопущения мошенничества в этой области. Присмотримся внимательнее, что же получается в итоге. Во-первых, государство выделяет деньги банкам под предлогом оплаты первоначального взноса за ипотеку. Во-вторых, банки получают новых клиентов, которые будут ежемесячно платить проценты по кредиту на протяжении лет 10-20. И в-третьих, семьи получают ипотечное рабство и лишаются шанс на рождение третьего ребенка. Вся суть так называемой социальной программы по повышению рождаемости сводится к простому освоению бюджета и еще большему обдиранию населения. Государство стимулирует население оформлять ипотечные кредиты, обеспечивая финансовую олигархию притоком длинных кредитов и стабильной прибыли на многие годы. У банков, кроме непосредственной маржи от разницы в стоимости жилья и суммы кредита, остается еще и квартира в залоге, что гарантирует возврат средств. Займ частично погашается прямо в момент сделки, когда государство перечисляет бюджетные деньги на счет банка. Ипотечникам остается только считать копейки и пытаться вырастить двух детей, не просрочив при этом платежи банку, выбирая между шансом быть выкинутыми на улицу и отдыхом детей в летнем лагере. Есть, конечно, и положительный момент. Не все ипотечное жилье приобретается на вторичном рынке. Часть средств перепадает застройщикам, что стимулирует постройку новых домов и развитию экономики. Но и тут государство занято перекачиванием денег из бюджетов в карманы коммерческих фирм, стимулируя сразу и производственный капитал, и финансовый. Если верить графику, в последние годы все большее предпочтение отдается банковскому сектору. Главная цель буржуазного государства – обеспечивать капиталистов прибылью за счет обдирания трех шкур струдящихся. А наше правительство не стесняется использовать для этого даже детей. Выбирай свободный труд против сервства капитала. Враги не пройдут, если ты продолжишь дело Стаханова. Облеплен грязью, и чиновные гады стояли. Не давай расстраскивать страну на части. Вели Россию, как поэт Весенин! Редактор субтитров А.Семкин